Дорогие друзья, это я Некит и 8 выпуск рубрики Лучший бой. Ждали хороших боев? Заскучали? Тогда погнали. Что ж, сегодня это последний выпуск. Как и обещал, вы набрали под предыдущим видео 5 лайков и я сделал новый. Этот бой максимально отображает мою игру на советских танках, на КВ-1С5 и на КВ-1С. Бой на карте Ордены был, рейтинг 4.3. В принципе, я чувствовал себя, как прыгал в воде. 13 врагов просто на ура. Ну что ж, давайте перейдем к просмотру. Как обычно, показываю неинтересные моменты в ускоренный съем. Тут я потихонечку двинулся к врагам и вот тут на меня начнет сразу вылазить немецкая 3-4, которая экранированная. Не понимаю, зачем она это сделала, это было немножко глупо, вообще не обдумано с ее стороны. В общем, вот она тут вылазит и, в общем-то, ваншот. Понятное дело, в борт, в боевую кладбочку, вообще на ура. Что я вам хочу сказать, бой был интересный, насыщенный, скучных моментов мало. Тут я пытался еще убить пазика 3-G1, но ничего не получилось, потому что он уехал. Ну а дальше я по классической схеме поехал на ближайшего врага, он меня два раза не пробил. Я ему один раз ответил очень неудачно, не знаю вообще, куда делся бронебойный скид, который я не упустил. Тут на него выехал КВ-1З5, второй, отвлек его, и я легким движением ствола отправляю его ванную. Уже два фрага, и все, в общем-то, идет как по маслу. Понятное дело, мой лютый нагиб рано или поздно кончается, но таков наш вартандер. Вот тут я ваншотчу в борт штук 3-G, и ваншотчу в борт штурмового Шермана, потому что он тут вот так заманчиво стоял. И тут еще напоследок ваншотнул я, как он называется, ваншотнул я 1942-го ЛС-1 с пушкой 34-ку. Ну и тут, конечно, случился типичный вартандер, меня убили, меня убил КВ-1С где-то с 500 метров. Проблема главная заключается в том, что я стоял обратным ромбом. Ну, обратный ромб, как бы, на КВ-1З5 пробить тяжело, скажем прямо. Но он каким-то чудом вообще зарядил меня в этот борт, и пробил меня вообще без каких-либо претензий, и вообще вполне себе бодренько и быстренько. Но я успел забрать перед этим 5 танков, поэтому было вполне себе не обидно. То есть я, как бы, нанес намного больше ущерб вражеской команде. Идем дальше. Начался основной момент этого боя, там, где я начал гнуть на КВ-1С. Был Т-28 наглый, который тоже необдуманно очень стоял прямо передо мной, думал, что меня пробьет. Дважды меня не пробил, и я его проблю в ангар, конечно же. Я его награждаю за его поведение. Дальше я там повел себя не очень аккуратно, подставил борт, потому что мне надо было там выехать на какой-то танчик. Вот сейчас будет этот момент. Сейчас мы до него дойдем. Вот, да, здесь, на пазике, когда я на пазике 4-го F-2 подъезжал, с другой стороны, если видно, там куча тяжей. И одному я поставил борт, но, слава богу, он в меня не попал. Дальше забирают, по-моему, или я добираю, или... Да, я добираю этого пазика, и уже 7 фрагов. Дальше у меня затяжная перестрелочка с двумя КВ-шками происходит. Вот здесь у меня 34942-го. Надымил пазик 3М в союзник. У меня на этом моменте просто подгорело, я из-за этого не смог попасть. Я его обматюкал всеми словами, которые знал вообще, потому что, ну как так можно? Потому что, ну реально, взял и испортил мне все. Дальше я ему мешал починиться, потому что он меня бесил. И в итоге дым развеялся, и все сразу прояснилось. Я ему опять мешал починиться. Дым развеялся. И, в общем-то, дальше я поехал. Вот, и в эту вот кучу, где я как раз стояла вот эта вот средь 42-го года 34-ка, он опять надымил. Я не понимаю, зачем исследовать дымы и применять их в таких бесполезных целях. Дальше я увидел 34-ку, она меня один раз не пробила. Не пробила она меня один раз. Я долго ездил, колесил, и все-таки добрал ее. 8-ка. Хорошо. Дальше стоит Шерман, и что-то тупит вообще, не наводит на меня даже пушку. Но я вот этим же наградил, конечно же. Выстрел, ваншот тоже добрал. Едем дальше. Увидел СМК, не успел по нему выстрелить. Думал, что он еще живой, просто не светится. Но для уверенности один раз попал, понял, что он уже мертвый. И, в общем-то, поехал дальше. Что происходило дальше? Дальше классический Вартандер опять. Т-34-ка выезжает. Один раз я в нее попадаю вот так вот, под таким углом. У нее там приведенка где-то была 78 мм. Вполне мог я ее не пробить. Но не знаю почему. Но типичный Вартандер, как обычно, я ее пробиваю. Но это не на руку. Уже 10 фрагов. Это уже хорошо. Дальше я помог захватить точку отчасти. И двинулись мы уже, при нашей дружной кампании, к спавну вражескому. Один захватчик есть. И, в общем-то, дальше видим к спавну. В этом бою я 3 с чем-то там тысячи очков выбил. И почти доисследовала там танчик. Вот здесь интересный момент. Здесь я увидел КВ-1С. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вы видите этот момент? Я не пробил его в борт. Под прямым почти углом. Я не знаю, как это случилось. Но я его не пробил. Дальше я начинаю там с этой кампании бодаться. Я в замедленной съемке вам буду показывать. Вот тут тоже какой-то чувак немножко туповатый. Потому что пару раз по мне промахнулся. Я-то его не пробиваю. Я просто неправильно попадаю по нему. Не могу его ланшотнуть сразу. А он по мне реально не попадает. Не знаю, почему. Вот тут я пытался ему выбить борт. Но рикошет, рикошет, рикошет от вот этой вот половинки. От вот этой крышки, корпуса. Я вообще не понял, как, ну почему рикошетил. Но в итоге я добрал, конечно, его. Выстрел там будет в пулемет. Один раз я ему выбиваю, по-моему, двигло. Он мне выбивает топливные баки. Я все еще целый полностью. По-моему, он мне там выбивает топливные баки. Я ему выбиваю. Вот, да, вот здесь я ему выбиваю топливный бак и башню. И мне надо добить у него стрелка радиста. Я выезжаю на него и спокойно по красному крестику стреляю в пулемет. Не знаю, как, но добрал. Ну, мне, в принципе, все равно. Добираю эту кавашку. КВ-1С. Одиннадцать фрагов. Поехали дальше. Дальше я взял еще один фраг. Сейчас поверну кандал. Дальше я взял еще один фраг. Дальше я постался выстрелить по кавашке. Один раз попал в гуслю. Другой раз, по-моему, промахнулся. Да, не пробил маску. КВ-1Л-11. Но все-таки броня у нее не то чтобы ультимативная, но есть. Дальше уже двинулись к спавну все. И там я уже получил медальку последний удар. И уничтожил З-4 СТЗ. Сейчас будет этот момент. Вот там была СТЗшка, которая, кстати, меня каким-то вообще лешим не пробила. Я не знаю из-за чего, но, видимо, как-то звезды сошлись так, что меня сегодня не пробивают. Дальше вот эта вот немецкая Т-4-ка хотела у меня украсть фраг. Но я свертухана вписал ей прям в лаберстика, Т-СТЗшки. На этом бой, в принципе, закончился. Ну что же, вот такой вот у нас финальный выпуск был нашей передачи. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился бой, отпишите мне в комменты. Ряд с фрагом, два захвата точек, три с половиной тысячи очков. Ну что ж, а я на этом заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока.